Завершился Кубок России по женскому мини-футболу, который прошел в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие четыре лучшие команды первенства. Это Виктория из Нижегородской области, Лагуны из Пензы, Питерская Аврора и подмосковная команда Снежана-Котельники. За право выхода в финал в первой встрече футболистки Лагуны были сильнее Виктории и благополучно вышли в финал. Главным украшением Кубка России стал матч полуфинала, где хозяева площадки Аврора встречались с подмосковными футболистками из Снежаны. Мы попали на своих старых друзей-соперников Аврора из Санкт-Петербурга. Лидеров чемпионата, которые без пяти минут чемпионы, у которых очень сбалансированный состав команды, у которых прекрасные вратари оба, играют дома. У нас были определенные сложности, но задача стояла у нас одна – побороться за Кубок России. Все планы были на то, чтобы его выиграть. А чтобы выиграть Кубок России, необходимо было сначала обыграть Санкт-Петербургскую Аврору в полуфинале. Надо отдать должное девочкам, они очень хорошо настроились. Провели матч с огромной самодачей. Таких, которые я давно не видел вообще в чемпионатах. То есть матч получился на загляденье для зрителей. И по сюжету фабула так развивалась, что этот матч можно было смело приписать к финальному матчу. В первой 20-ти минутке счет открыли котельниковцы. Но к концу первого тайма подмосковный коллектив пропускает свои ворота два мяча. 2-1. Во втором тайме Снежане удается отличиться дважды. 2-3. Аврора выпускает пятого полевого игрока. Горожане несколько раз не могут поразить пустые ворота. Питерцев выручают защитники и неточные удары горожан. Казалось бы, выход в финал в руках, а точнее в ногах наших девушек. Однако женский мини-футбол непредсказуем. Питерцы сравнивают счет за 2 минуты до конца. Свисток арбитра зафиксировал ничейный результат. 3-3. Два овертайма так и не выявили победителя. Поэтому судьба путевки в финал решалась в серии пенальти. Случилось так, что пришлось бить пенальти. Первая пятерка была у нас определена. И в нее сходил даже вратарь. Мы начинали первыми бить. Первые два удара мы забили. Третий удар мы промахнулись по воротам. Ну и соперники нам не смогли забить. Ирина Минкеменко выбила мячик. Потом обменялись голами. Так закончилось в первой серии 5-5. Из пяти ударов по четыре гола мы забили. И пошла уже нервотрепка до промаха. Мы обменялись голами. И уже когда седьмой удар пошел, то наши игроки, которые были во второй четверке, проявили себя достойно, не дрогнули. Забивают гол. И Иришка вытащила последний удар. Снежана наконец-то смогла победить лидеров чемпионата этого сезона. В финале Кубка России Котельниковца и Пензенская лагуна решали между собой, кому достанется главный трофей. К сожалению, подмосковные футболистки уступили соперницам 0-5. Нам вообще в этом сезоне, да и последние года два, не даются победы над питерской командой и над тоже Пензенской командой. Хотя мы дома Пензу обыграли. И победа над Питером, эта долгожданная победа, она отняла очень много эмоциональных сил. Эмоции захлестнули команду. И когда мы уже пришли в развивалку, то команда была настолько уставшая морально, что на следующий день было очень тяжело, конечно, собраться. Физические силы вроде бы были, а вот именно моральные, они уже так настроились именно на конкретную победу, на конкретный матч, что уже во второй игре с такой самодачей сыграть было очень сложно. Для подмосковных футболисток стать вице-чемпионами в Кубке России – хороший результат. Сейчас девушки готовятся к очередным турам чемпионата. Пусть шансов зацепиться за третье место нет, но Снежана будет стараться потрепать нервы лидерам первенства. И, скорее всего, докажет, что наших спортсменок еще рано списывать со счетов. Ближайшая домашняя игра подмосковного клуба состоится 12 апреля против Виктории из Нижегородской области. Вход свободный. Приходите на трибуны спортивного комплекса «Котельники» и поддержите нашу команду.